Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предлагается лабораторная работа по дисциплине монтаж и эксплуатация электрооборудования и электроосвещения. Идет преподаватель кафедры энергетические системы Величенко Екатерина Николаевна. Лабораторная работа номер 4. Ревизия и наладка электрических двигателей. Цель работы. Приобретение навыков по ревизии и наладке электрических двигателей. Получить практический опыт установки щеток и траверсы у коллекторных электрических машин постоянного тока. Изучение основных правил ухода за коллекторами, контактными кольцами и щетками. Ознакомиться с методикой определения начал и концов фазных обмоток асинхронных электродвигателей. Научиться соединять обмотки асинхронных электродвигателей в звезду и треугольник. Получить представление об эксплуатации и основных неисправностях электродвигателей постоянного и переменного тока и способах их устранения. Общие теоретические сведения. Определение начал и концов фазных обмоток статора асинхронного электродвигателя. Асинхронные двигатели единой серии 4А, это 2АО и АИР, изготавливаются на напряжение 220, 380 и 660 В. На выводном щитке этих машин выводы обмоток располагают таким образом, чтобы их можно было соединить в звезду или в треугольник. Пример мы посмотрим позже на рисунке 1. Вот, кстати, он. Соединение обмоток в звезду А – это звезда и В – это треугольник. Таблица 1. Маркировка обмоток асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Начало фазной обмотки и конец фазной обмотки. В том случае, когда выводы обмоток не имеют маркировок или есть сомнения в ее правильности, появляется необходимость определить начало и конец каждой фазной обмотки. Существует несколько способов определения начал и концов обмоток двигателей. Наибольшее применение имеет способ установления начал и концов фазных обмоток, приведенный на рисунке 2. с источником переменного тока. Первый способ определения начала и концов фаз. Для проведения работы используется источник питания учебного стенда и цифровой мультиметр М832 или контрольная лампа накаливания. Приготовленные бумажные ярлычки с надписями C1, C2, C34, C5, C6 для обозначения выводов фазных обмоток. Сначала при помощи мультиметра М832 работает в режиме Омметра или контрольной лампы определяют оба вывода первой, второй и третьей фазной обмотки электродвигателя. Необходимо определить два вывода фазной обмотки статора асинхронного двигателя для каждой фазы. Один из выводов первой фазы, 1F, произвольно принимают за начало и маркируют символами S1, а второй за конец и маркируют S4. На выводы второй и третий фаз вывешивают бирки, указывающие, какой фазе принадлежат вывода 2F и 3F. Затем конец первой фазы S4 соединяют с одним из выводов второй фазы. А к началу первой фазы и оставшемуся свободному выводу второй фазы подключают вольтметр. На выводы третьей фазы подключают пониженное напряжение до 20 В от источника питания, расположенного на стенде. Величина подаваемого напряжения не должна превышать 10-15% от номинального напряжения для исключения перегрева обмоток. Если мультиметр, работающий в режиме вольтметра, покажет наличие напряжения, значит, соединение обмоток выполнено согласно, тогда с концом первой фазы соединено начало второй фазы и маркируем S2. Если же измеряемое напряжение будет равно нулю, значит, соединение обмоток выполнено встречно. Тогда с концом S4 первой фазы соединен конец второй фазы. Установленный конец второй фазы маркируется S5. Затем таким же образом устанавливаются начало S3 и конец S6 обмотки третьей фазы. Второй способ приведен на рисунке 3. Для проведения поднадобится источник постоянного тока, расположенный на стенде. Его напряжение не должно превышать 5 В. Вот, пожалуйста, схема определения начал и концов фаз мультивольтметром. Вот это второй способ. Источник постоянного тока 2,4 В. Сначала при помощи мультиметра М832, работающего в режиме Омметра, или контрольной лампы, определяют оба вывода первой, второй и третьей фазной обмотки электродвигателя. Необходимо определить два вывода фазной обмотки статора синхронного двигателя для каждой фазы. Затем к обмотке одной из фаз, принятой за 1F, приключают через выключатель источник постоянного тока, который выбирают таким, чтобы по обмотке проходил небольшой ток. Например, аккумулятор на напряжение 2 В. В момент включения или отключения выключателя в обмотках двух других фаз будет индуктироваться электродвижущая сила. Причем направление этой электродвижущей силы будет зависеть от полярности концов обмоток фазы, в цепи которой включен аккумулятор. Если к условному началу S1 присоединен плюс батареи, а к условному концу S4 минус, то при отключении выключателя на других фазах будет плюс на началах S2 и S3 и минус на концах S5 и S6, что можно будет определить по направлению отклонения стрелки мультивольтметра, подключенного поочередно к выводным концам двух других фазных обмоток 2F и 3F. При включении тока полярности на других фазах будут обратными указанными. Установка щеток коллектора электродвигателя постоянного тока в нейтральное положение. При неправильном положении щеток электродвигателя постоянного тока появляется сильное искрение на поверхности коллектора. Для устранения такого явления щетки выставляются в нейтральное положение. Электродвижущая сила между обмотками главных полюсов и неподвижного якоря должна быть равна нулю. Поэтому, если к клеммам присоединить чувствительный магнитоэлектрический прибор милливольтметр, а в обмотку главных полюсов подавать импульсами питания от постороннего источника постоянного тока при нейтральном положении щеток, прибор не должен давать отклонений стрелки прибора от нуля в положительную или отрицательную сторону. Всякое смещение щеток с нейтрального положения будет вызывать отклонение стрелки прибора от нуля при отключении источника питания. Направление отклонения стрелки прибора от нуля в положительную или отрицательную сторону на его шкале зависит от того, в какую сторону смещены щетки с нейтрального положения. Установку правильного положения траверсы производят после предварительной пришлифовки щеток коллектору. Траверсы устанавливают предварительно в таком положении, чтобы линия щеток приходилась примерно против середины главных полюсов. Обычные обмотки с симметричными лобовыми частями. Обмотку возбуждения отключают. К ней от постороннего источника питания подводят постоянный ток. Величина тока не должна превышать 5-10% от номинального тока. К зажимам якоря присоединяют милливольтметр. Затем производят измерение электродвижущей силы трансформации, так как это описано выше. После окончательного закрепления траверсы необходимо несколько раз проверить показания милливольтметра, ставя коллектор в разные положения. Перед вами рисунок 4. Схема для установки щеток в нейтральном положении. Очень важно при этом вращать якорь всегда в одну и ту же сторону, чтобы избежать опрокидывания щеток вокруг их точек касания с поверхностью коллектора. Найденное положение щеток нельзя считать окончательным. После хорошей приработки их контактной поверхности они должны быть еще раз проверены таким же способом. И только после этого нейтральное положение может быть с уверенностью отмечено посредством зарубки на краю траверсы или нанесением тонкой полоски масляной краски заметного цвета. Ревизия коллектора и щеток электродвигателей Коллектор, контактные кольца и щетки требуют тщательного ухода. Они должны быть всегда чистыми. Особенно вредна металлическая и угольная проводящая пыль. Смешиваясь с попавшим на контактные поверхности маслом, она образует грязь и вызывает искрение. Коллекторы, контактные кольца можно чистить на ходу машины при помощи дощечки, обернутой сухой тряпкой. При этом следует соблюдать правила безопасности, заключающиеся в том, чтобы изолировать себя от соприкосновения с токопроводящими частями и не задевать руками и одеждой вращающиеся части электродвигателя. Угольные щетки должны иметь зеркально-блестящую поверхность на всей площади соприкосновения с коллектором или контактными кольцами. Сработавшиеся щетки надо заменять щетками той же марки. Шлифовка коллектора выполняется при помощи специальных приспособлений и показана на рисунке 5. Колодки для шлифовки коллектора изготовляются из дерева. Шлифовку коллектора производят при его вращении. Перед вами рисунок 5. Колодки для шлифовки коллектора. А. С одной ручкой. Б. С двумя ручками. Под цифрой 1 – это деревянная колодка. Под цифрой 2 – это стеклянная бумага. Регулировка щеточного механизма. Щеточный механизм должен свободно перемещаться при освобождении стопорного устройства. Траверсы щеточного механизма устанавливаются по заводским меткам или так, как описано выше, на нейтраль. Радиальный зазор между контактными кольцами или коллектором и щеткодержателями должен быть равномерным по окружности и составлять 2,4 мм. Щеткодержатели устанавливают так, чтобы края щеток были параллельны коллекторным пластинам. Расположение щеток по окружности коллектора должно быть равномерным. Рисунок 6 – это продороживание изоляции между пластинами коллектора. А – правильное, и Б – неправильное. Рисунок 7 – это пришлифовка щеток к коллектору. Под буквой А – правильная пришлифовка, под буквой Б – неправильная пришлифовка. Цифра 1 – это щетка, цифра 2 – это стеклянная бумага, 3 – это коллектор. Удельное нажатие на щетку колеблется в пределах от 20 до 40 кПа и зависит от типа и материала щетки и частоты вращения машины. При частоте вращения более 1500 оборотов в минуту удельное нажатие на щетку может быть повышено до 50 кПа. Щетки выбирают по плотности тока, частоте вращения коллектора и условиям коммутации каждого вида машины. Поверхность соприкосновения щетки с контактными кольцами и коллектором должна составлять не менее 80% рабочей поверхности щетки. Проверку производят с помощью динамометра. Усилия нажатия щеток определяются по их техническим характеристикам. Так, рисунок 8 – измерение усилия нажатия щеток на коллектор и электродвигателя при помощи динамометра. Указания по выполнению ревизии электрических двигателей постоянного и переменного тока. Таблица 1. Так, какие у нас есть столбцы – это объект или операция, следующее – это требования и далее – дополнение и объяснение по проведению ревизии. Давайте рассмотрим хотя бы объекты и операции. Это осмотры, контроль напряжения, подшипники, контактные кольца, чистка коллектора и контактных колец, продороживание коллектора, щетки, резервные электродвигатели. Вот электродвигатели. Определить исправность электродвигателя можно путем измерения тока холостого хода, значения которого приведены в таблице 2. Таблица 2 – это наибольшее допустимое значение тока холостого хода для синхронных двигателей. Здесь приведена номинальная мощность в киловаттах и значение тока холостого хода электрического двигателя в процентах от номинального тока в зависимости от асинхронной частоты вращения оборота в минуту. Основные неисправности асинхронных электродвигателей. После включения ротор электродвигателя не вращается и не гудит. Проверяют исправность плавких вставок, тепловые реле, отказ автоматов, обрыв фазных проводов, с помощью вольтметра измерить наличие напряжения от зажимов двигателя и далее до источника питания. Второе. После включения двигатель гудит, но ротор электродвигателя не вращается. Проверяют наличие напряжения трех фаз. Возможен обрыв в цепи ротора, нарушение пайки стержней беречьего колеса. Чрезмерное понижение напряжения сети в плюс-минус 5% от номинального. И неправильное включение обмоток. Звезда вместо треугольника. Проверяют исправность приводного механизма. Путем отсоединения двигателя и включения его на холостой ход. При пуске перегорают плавки предохранителей и срабатывает автомат. Это возможно замыкание в цепи статора. Для двигателей с фазным ротором обращают внимание на положение пускового реостата. Короткие замыкания выявляются при помощи мегаометра путем проверки сопротивления, изоляции, фазных обмоток статора или измеряем метром активное сопротивление обмоток. Основные неисправности электродвигателей постоянного тока. Первое. После включения в сеть якорь электродвигателя не вращается. Проверяют сохранность плавких вставок, обрыв пускового реостата и питающих проводов. При повреждении обмотки якоря образуется чрезмерный нагар. Второе. При включении двигателя срабатывает защита. Быстрый ввод ступеней пускового сопротивления. Проверить исправность в цепи якоря. Третье. Во время работы наблюдатель наблюдается сильное искрение под щетками. Такое искрение разрушает щетки и поверхность коллекторных пластин. Это вызвано неправильным положением щеток или слабым нажатием щеток или несоответственной марки щеток или загрязнением поверхности коллектора. Плохое состояние контактных поверхностей щеток. Нет ровного блеска. Нагрев двигателя. Первое. Нагрев опасен для изоляции. При длительном нагреве срок службы изоляции снижается. Перегрев двигателя указывает на перегрузку потоку. Необходимо измерить силу тока клещами, амперметром. И при его попревышении больше номинального снизить нагрузку. Причиной перегрева при номинальном токе может быть недостаточное охлаждение машины. Неравномерный нагрев статора может быть вызван витковыми замыканиями обмотки. Чрезмерный перегрев подшипников вызван отсутствием смазки, утечка масла через уплотнение, загрязнение масла, чрезмерная натяжка приводных ремней. Задание для выполнения лабораторной работы. Внимательно прочитать общие сведения и, пользуясь полученной информацией, приступить к выполнению лабораторной работы. Определить начало и концы фазных обмоток асинхронного двигателя, расположенного на стенде, двумя способами. Источник постоянного и переменного тока находится на учебном стенде, а в качестве измерительного прибора применять мультиметр М832. Отметить выводы фазных обмоток бирками с номерами. Третье. После проверки преподавателям ваших измерений соединить обмотки электродвигателя в звезду и после проверки схемы соединения обмоток включить напряжение питания. Убедиться в нормальной работе электродвигателя. Четвертое. Сделать ревизию и наладку электродвигателя постоянного тока. Расположенного на стенде. Для установки щеток в нейтральное положение применять источник постоянного тока, расположенного на стенде с напряжением 20 Вольт. А измерения произведить прибором М832. Сделать выводы о техническом состоянии электродвигателя. Произвести ревизию асинхронного электродвигателя, расположенного на стенде. Сделать и записать выводы о техническом состоянии электродвигателя. Содержание отчета лабораторной работы. Отчет о лабораторной работе должен содержать цель и задачи работы. Перечертить схемы на рисунке 1, 2, 3. Привести краткое описание способов определения начал и конца фазных обмоток асинхронного двигателя. Сделать вывод о техническом состоянии электродвигателей, размещенных на учебном стенде до и после произведенной Вами ревизии. И наладки. И записать в отчет полученные сведения. Контрольные вопросы. 1. Какой необходим уход за коллектором и контактными кольцами? 2. Как производить регулировку щеточного механизма? 3. Как маркируется начало и конец фазных обмоток асинхронных двигателей? Основные неисправности электродвигателей постоянного тока и способы их устранения. Основные неисправности электродвигателей переменного тока и способы их устранения. Спасибо за внимание. До следующего занятия.